МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Дополнительная поддержка жителям Чувашии, имеющим статус детей войны, будут компенсировать 25% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Интеллектуальные инвестиции. В Чувашии появится первая агрошкола. Браз, бутерфля и вольный стиль. В Новочебоксарске проходит Кубок Чувашской Республики по плаванию. Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, лицам, пострадавшим от политических репрессий, вырастает на 2,9%. Такой проект одобрили на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. Утвердили и прожиточный минимум на 2021 год. В Чувашии проживают 64,5 тысячи человек, чье детство пришлось на тяжелые военные годы. Статус детей войны будет дополнен льготами. Об этом говорил глава Республики Олег Николаев в своем послании. Предполагается, что им будут компенсировать 25% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На заседании обсудили и индексацию ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, лицам, пострадавшим от политических репрессий на 2,9%. Правительство Чувашии утвердило и прожиточный минимум. Согласно изменениям в федеральном законодательстве, данная величина теперь будет устанавливаться на год, а не на квартал, как это было ранее. Таким образом, согласно проекту, предлагается установить в Республике на 2021 год величину прожиточного минимума на душу населения в размере 9 804 рубля, для трудоспособного населения 10 414 рублей, пенсионеров 8 466 рублей и для детей 9 883 рубля. Глава Чувашии поддержал предложение Минсельхоза Республики о дополнительном финансировании проектов инициативного бюджетирования. В конкурсной комиссии уже одобрено 723 проекта. На их реализацию требуется 450 с половиной тысяч рублей. Будет отремонтировано 283 дороги местного значения и сооружения на них, 134 проекта объекта коммунального хозяйства, 57 проектов в местах массового отдыха граждан, 45 проектов на объектах социально-культурной сферы, детские игровые площадки, 62 проекта. Все проекты, которые основаны на инициативе граждан и поддержанные путем внесения собственных финансовых средств, мы просто обязаны поддерживать. Поэтому, несомненно, коллеги, принимаем. Это все предложения, проекты уже в этом году были реализованы, и люди получили соответствующий эффект. Физкультура онлайн, урок труда по телефону, родительские собрания по скайпу. Это еще не самое сложное. Внезапный и тотальный переход на удаленное обучение весной прошлого года стал суровой проверкой на прочность и для учителей, и для детей, и для родителей. Но надо отдать нам всем должное. Отреагировали оперативно, выводы сделали правильно. Именно переход на дистанционное обучение вскрыло некоторые, скажем так, задачи, которые мы на сегодняшний момент хотим исправить. В частности, мы отметили для себя, что очень много образовательных платформ, в которых учителя иногда теряются, не знают, какую выбрать. Достаточно сложный был переход и самих обучающихся на дистанционное обучение. Поэтому мы должны перейти на скоростной интернет. Новым трендом 2021 года в школах станет предпрофессиональное образование. С 1 сентября заработают первые инженерные, IT, педагогические и другие классы. Данный проект предполагает взаимодействие с крупными предприятиями республики. Запись уже ведется. В школы именно идут те детки, которые хотят целенаправленно. И теперь у нас получается, большинство детей социально-экономические выбирают, но есть дети, которые хотят идти в инженерно-техническом направлении. И родители довольны, и дети довольны. Другой проблемный вопрос – кадровый. Системная работа в этом направлении приносит результаты. Около 60 студентов-практикантов уже трудоустроены на постоянную работу. Также заключено соглашение о сотрудничестве с Канажским педагогическим колледжем. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Республика. Современные стандарты образования – это не только новые методики преподавания, но и соответствующее оборудование, комфортные условия обучения. Глава Республики обозначил послание Государственному Совету конкретную задачу – завершить к 2025 году капитальный ремонт образовательных организаций, имеющих износ более 50%, в их числе и Брестинская школа номер один. Этот учебный год ученики младших классов начали в совершенно новых условиях. 20 августа здесь завершили капитальный ремонт второго корпуса, возведенного еще в 90-х годах. На это потратили более 13 миллионов рублей. По работам была выполнена большая работа. Это замена дверных проемов, оконных, деревянных, старых 90-х годов на новые пластиковые окна. Дальше полностью электрификация всей школы, отопительная система, система канализации. Дальше все санитарные комнаты были отремонтированы. И вот на сегодняшний день мы находимся в этом прекрасном отремонтированном здании. Вот учителя говорят, это настоящий храм науки. Рабочее место учителя полностью автоматизировано. Новое оборудование позволяет иметь постоянный доступ к любым образовательным площадкам. Как тебя зовут? Типа Фея. Как тебе учиться нравится? Да. Ты здесь живешь или переезжаешь на автобусе? Здесь живем. Здесь живешь? Да. Не ругает учителя? Ругает. Ругает? А за что ругаете? Ругает. Да, ругает, говорит учителя. Два других школьных корпуса тоже нуждаются в ремонте. В одном из них расположены мастерские. Старый корпус 1939 года постройки, вот то, что мы хотим отремонтировать. Мы там еще планируем два кабинета под музей Марии Алексея Петровича. Потому что он именно в этом здании приобрел вторые крылья. В другом основном учатся старшеклассники. Здание было построено в 1974 году. Глава Чуваши оценил изменения, которые произошли в школе. Именно образование является базовой составляющей развития личности и развития компетенции. Это и точки роста, которые дают возможность изучать новые технологии, новые подходы и, прежде всего, использование цифровых технологий. Это оснащение этих зданий широкополосным интернетом, скоростным интернетом. И организовывать нам дистанционные формы взаимодействия и мастер-классы для того, чтобы наращивать компетенции независимо от местонахождения образовательного учреждения. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация и на строительство пришкольной спортивной площадки. На средства местного бюджета планируют провести благоустройство, освещение и асфальтирование территории школы. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Вакцинация населения в Чувашии идет быстрыми темпами. Однако в некоторых районах отмечены низкие показатели иммунизации, в том числе и в Урмарском. На данный момент стопроцентно обезопасить себя и защитить организм от опасного вируса можно только одним способом – вакцинацией. В Урмарском районе об этом знают далеко не все. Многие опасаются нежелательных последствий. По статистике, первую фазу прививки прошли 151 человек, вторую – 20. Почему так сложилась ситуация? На мой взгляд, не до конца правильно довели информацию до населения. Поэтому вчера буквально главный врач на совещании, которое мы еженедельно проводим, перед руководителями обозначил, рассказал, как он сам вакцинировался и как это безопасно. В районе решили дойти до каждой деревни и каждой семьи, чтобы рассказать о преимуществах вакцинации. У меня составлен график выезда в сельские поселения. Вот это месяц вплотную затронуто. Потом статьи были выложены в местную газету «Хирляйлаф». Затрагиваем сейчас все службы, которые непосредственно должны задействоваться в этом вопросе. Те, кто уже знает о вакцинации, относятся к ней положительно. Я сегодня приехал специально, чтобы проконсультироваться насчет вакцинации. Вот взял буклетик специально по какому-то телефону звонить и записаться в регистрацию где-то на следующую неделю, наверное. Все время работал с медниками, поэтому не боюсь. Советую всем вакцинировать. Вакцинацию надо делать обязательно. Это полезно. Это не значит, что после вакцинации никто не будет болеть. Дополнительно в местную больницу заказаны еще 100 доз. Проблем в поставках нет. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. В Республике продолжается ремонт водонапорных башен. Только в прошлом году капитально модернизировали 202 источника водоснабжения, тем самым обеспечив водой 22 тысячи жителей Республики. Как обстоят дела в Валиковском районе, узнавала наша съемочная группа. Около 1300 водонапорных башень в Республике обеспечивают население питьевой водой. Практически все построены в 70-х годах прошлого века и требуют ремонта. В прошлом году на капитальный ремонт водобашень Чувашия направили 200 миллионов рублей из республиканского бюджета. Объекты для реконструкции отобрали по итогам конкурса. Так только в Валиковском районе отремонтировали 21 водонапорную башню. Я живу в селе Аликово. У нас летом, осенью что ли, поменяли башни. Теперь вода под давлением идет. Хорошо. Сначала колодцы делали, воды не было, да. Сейчас вода нормальная. Заменили глубинные насосы, обновили автоматику, подкрасили детали. Всего на ремонт башень в районе потратили 24,5 миллиона рублей. На все это, на 2021 год, у нас выделено 8 миллионов рублей. Надеемся, что все мероприятия мы завершим к сроку. И население сумеет получить чистую воду абсолютно с обновленных башен. В селе Аликово водой из этих башен пользуется порядка 2000 человек, 37 многоквартирных домов. В Чувашии в 2021 году продолжится капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин. Из республиканского бюджета на эти цели уже выделили 100 миллионов рублей. В течение ближайших трех лет в республике построят и вторую очередь Шамуршинского водовода. В результате качественной питьевой водой предполагается обеспечить 84 населенных пункта в Батыревском, Комсомольском и Шамуршинском районах. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика. Печальная новость. На 101 году жизни скончался народный артист РСФСР Алексей Красотин. Алексей Красотин с детства хотел стать артистом. Однако с первого раза не поступил в ГИТИС и ушел в армию. А оттуда в военную школу и на фронт. Нужно было одного человека в боевой полк на фронт. Мне сказали выделить одного механика. Я и выделил себя. И, значит, наконец оттуда уехал. Из запасного полка уехал, значит, на фронт. После войны работал в театрах Польши, Тюмени, на Сахалине, в Магнитогорске. В 1965 году по приглашению известного актера Петра Вильяминова приехал женой, актрисой Тамарой Красотиной, в Чебоксары. В Республиканском русском драматическом театре талантливый актер стал одной из самых ярких звезд. Прослужив на этой сцене 30 лет, он сыграл более 100 ролей. Но кроме профессионального мастерства, Алексей Павлович обладал очень важными человеческими качествами. Был доброжелательным и щедрым. Поддерживал молодежь, передавал им опыт. Уйдя со сцены, он сохранял и умение держаться, и правильную речь, и красоту. Таким его запомним и мы, благодарные зрители. Проститься с Алексеем Красотиным можно будет в Русском драматическом театре 12 февраля с 10.00 до 11.30. Отстаивают интересы страны и укрепляют международные отношения. Дипломаты сегодня отмечают профессиональный праздник. Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов провел в режиме онлайн прием жителей Кировской области, Мордовии, Удмуртии и Чувашии. Весной текущего года с семьей планируем поехать в Турцию. Какие правила въезда на территорию Турции действуют в настоящий момент? Вы не хотите отдыхать на территории Российской Федерации? У нас замечательный окон внутри страны. В Турции, на Рак-Мангелу, очень много людей заболевают в окно. И ситуация с COVID-19, которая в Турции, там сложнее, чем в Российской Федерации. Вопросов немало. На видеосвязи потенциальные туристы, бизнесмены, студенты. Аспирант Махмат Холиков интересовался условиями оформления в 2021 году единой электронной визы. Ее планируют везти для туристических, деловых и гостевых поездок. Срок введения действия электронной визы в настоящее время пока не зависит. С 1 января мы должны были вводить на сегодняшний день, на 10 февраля сегодняшнего 2021 года, значит электронная виза пока не работает. Максимальный срок пребывания электронной визы на территории России до 16 дней. Прошлый год добавил проблем ведомству. Из-за временного закрытия границ многие наши соотечественники остались за рубежом. На вызов времени дипломаты отреагировали профессионально. Так родилась акция «Своих не бросают». Именно они первыми протянули руку помощи и помогли организовать так называемые вывозные рейсы для российских граждан. Большое количество жителей Чувашии оказалось за рубежом и всех их нужно было доставить обратно в регион. По словам не сказать, что это было. Это человеческие судьбы, это человеческие эмоции. Все это приходилось пропускать через себя. Отметим, что в республике отделение МИД работает с 2002 года, оказывает консульские услуги, оформляет служебные паспорта представителям органов государственной власти, ведет прием иностранных граждан. Даже в условиях ограничительных мер работы меньше не становится. Сергей Малов выразил особую благодарность работникам отделения в столице республики. Отделение по взаимодействию с местными органами власти, с нашими китайскими партнерами, с генеральным поселством Китая и Казани показали себе самые самые лучшие страны в Миладске. Наталья Мальчикова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика. Жить там, где есть работа, заниматься любимым делом. Молодежь все чаще возвращается в родные края. В сельскохозяйственной отрасли большая потребность в квалифицированных кадрах. Сориентироваться в профессии поможет агрошкола. Ее планируют открыть в Баргаушском районе. Уже несколько лет в сельских школах Республики работают агроклассы. В них учатся более 500 человек. Ранее профориентация помогает ребятам определиться с будущей профессией. В агрошколе, кстати, первой в России намечены расширить круг специальностей. Предполагается, что школьников будут обучать азам хлебопекарного дела, сыроделия и ветеринарии. Именно вот эта образовательная составляющая аграрная будет интересна не только детям, но и их родителям. Я думаю, даже родителям будет интересно попробовать себя, например, в чем-то новом. Ну, например, делать полутвердые, либо мягкие сыры, либо испечь какой-то вид хлебобулочной продукции, например, в рамках здорового питания или правильного питания. При этом аграрная составляющая не должна подменять с собой образовательный процесс. Площадкой для старта проекта может стать двухэтажная школа на 108 ученических мест, которая сегодня возводится в деревне Кошмаше. Чуваша – аграрная республика. Мы понимаем, что реальный сектор экономики в лице агрария постоянно создает те самые необходимые рабочие места и дает будущее. И мы видим перспективу и потенциал. Для этого необходимо, чтобы наша сельхозакадемия или университет, как он сегодня называется, и наши техникумы выдавали качественных студентов, которые точно будут понимать, что им будут предоставлены рабочие места. Но для того, чтобы наши ребята смотивировались и выбрали сельское хозяйство как свою профессию и выбрали поступление в СУЗ или в ВУЗ, необходимо, конечно, их профориентировать и заниматься этим уже со школьного возраста. Строительство школы начали в августе прошлого года. Здесь пока возводят первый этаж. В строй действующих образовательное учреждение должно войти в сентябре этого года. На следующей неделе Минобразование объявит открытый конкурс на должность директора агрошколы. Лучшие идеи войдут в основу работы коллектива. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Александр Ратиков, Республика. И в развитии темы городскую суету на жизнь в селе меняют и взрослые. Семья Ованских сделала свой выбор много лет назад и ни разу не пожалела. Александр с сыном осматривают технику. Подход весной разберемся в этом вопросе для них совершенно неприемлем. К полевым работам лучше готовиться заранее. Так больше шансов провести посевную в нужные сроки. А значит получить хороший урожай. Такие заботы осознанный выбор. 20 лет назад семья Ованских поменяла место жительства. Мы там в городе живем, квартиру снимаем, а тут такой здоровенный дом. Давай поедем в деревню. Вот приехали в деревню. Сразу полтора гектара земли я взял в аренду. Начал работать. С первого же урожая купил трактор и дальше начал развиваться. Сейчас уже земли у меня 25 гектаров. И многолетняя трава есть, и зерна есть. Все есть. Но основной прибыль картофель приводит. Хозяева делают ставку на высокопроизводительную технику. Современные модели прослужат дольше. Не будет проблем с ремонтом и производительность увеличится в разы. Помощь в покупке оказало государство. Грант получил. Урожайность хорошая. Ну, у меня урожайность всегда хорошая. Земля пойменная вдоль реки Аниш. Ну, я получил 2 миллиона как растеневодство. Там максимально 2 миллиона идет. Понакупил сельхозтехнику полностью. Только сельхозтехнику. 10 нами на войне есть сельхозтехники. Теперь даже не знаю. Старая техника, Жанна, и старая. Там месяц, если сельхозтехника работает, месяц под ним надо валяться, подкручивать, ремонтировать. Теперь, наверное, скучно будет. В многодетной семье у каждого свои обязанности. Хозяйка дома успевает везде. Во многом помогает бабушка. Детей у нас пятеро. Старшая дочка у меня учится в Ахсарах на медицинском. Сын учится тоже в медицинском на третьем курсе. Дети помогают. Родители помогают. В двадцатом году для меня удачный год, наверное, я и квартиру купил детям. Маткапитал мы использовали. Мы его раньше не трогали, лежит, лежит себе. И в итоге у нас получилось миллион пятьдесят тысяч нам на квартиру государству дал. У большой семьи большие планы, а приоритеты уже расставлены. Не ленимся. Работаем. Отец меня всегда учил. Работа, говорит, на тебя смотрит. Его, говорит, искать не надо. Возьми, говорит, и сделай. Я детей так учу. Ну и вот, вроде все получается. Наталья Мальчикова, Александр Отюков, Республика. В Новочебоксарске проходит Кубок Чувашской Республики по плаванию. Лучшие поедут на чемпионаты первенства Приволжского федерального округа и на спартакиаду молодежи России. В этом году участников меньше, чем обычно. Ограничительные меры никто не отменял. Увеличилось и время проведения соревнований. Чтобы соблюдать дистанцию, разминку приходится проводить не только в начале, но и в середине заплывов. Соревнования у нас носят необычный такой формат, что не как обычно мы проводим. То есть мы и ограничиваем количество участников, и программа соревнований у нас совсем отличается не так, как обычно. Любые состязания это возможность повысить спортивное мастерство и доказать, что ты лучший. У пловцов несколько дистанций 200 и 800 метров. В квалификации брас, баттерфляй и вольный стиль. Изначально Алексей плавал для здоровья, позже перешел в большой спорт и уже сегодня входит в состав сборной Чувашии по плаванию. К данным соревнованиям я готовился около трех месяцев. Сначала сборы со сборной командой, потом просто тренировки. У меня один тренировок в неделю. Мои соперники были довольно-таки сильные, учитывая то, что они младше меня. Они очень хорошо подготовленные и наравне, я считаю, наравне со мной боролись. Во время пандемии все бассейны были закрыты, поэтому Алексею приходилось поддерживать физическую форму, тренируясь дома, на улице и в деревне у бабушки на каникулах. Тренировки в бассейне с тренером начались только в августе. Несмотря на это, он занял первое место среди мужчин в заплыве на 800 метров в вольном стиле. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. Это были главные новости среды 10 февраля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова